Пеппа, просыпайся! Пора в школу! Ааа, ну, мама! Можно ещё чуть-чуть поспать? Вставай! У меня для тебя сюрприз есть! А какой? Это уже будет не сюрприз, если я скажу! Бегу! Что за сюрприз? Я тебе шапочку связала! Что это? Да, шапочка, которую ты сегодня оденешь в школу! Мама, спасибо, конечно, но я её не одену! Если ты ценишь мой труд, то оденешь! Хорошо, я её надену! Всем привет! Пеппа, красная шапочка! Это не я надела! Это мне мама подарила! Прекратите сейчас же! Так! Тогда держитесь! Продолжим урок! Мы закончили на Сьюзи! Сьюзи пять умножить на пять! Семьдесят семь! Аааа! Вот вам за шапку! Стой, Пеппа! Пеппа, что ты делаешь? Аааа! Пеппа, остановись! Ты нас убьёшь! Ааа! Вот вам за мамину шапочку! Пеппа, стой! Иначе поставлю двойку! Ха-ха! Напугай! Проснись! 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 Пеппа, проснись! Ой, где я? Мадам Газель! Я не хотела вас давить! Пеппа, успокойся! Тебе приснился плохой сон! Мадам Газель ждёт тебя в школе! Мне приснилось? А будто всё наяву! Я тебе приготовила подарок! Посмотри на стол! Ура! Сейчас! Ой! Не-е-е-ет! Джордж, догоняй! Хрю-хрю-хрю! Сейчас догоню! Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю! Ой, страшно-страшно! Ловлю! Ловлю-ловлю-ловлю-ловлю-ловлю-ловлю-ловлю! Идите, садитесь за стол! Пошли, Джордж! Пасили! Оп! Хрю! Оп! Хрю! Как хорошо, что мы выбрались на природу! Хрю! Ещё хорошо, что мы сейчас съедим шашлык из грибочков, который ты и папа-свин нам приготовил! Хрю-хрю-хрю-хрю! Папа-свин! Можно мне поездить на кемпинге? Пепа, мы уже об этом говорили! Когда научишься водить машину и получишь права, я дам тебе ездить! Бип-бип! Всем привет! Хрю! Привет, дедушка! Ты приехал! Дедушка, мы как раз сели кушать! Давай скорее за стол! Привет, внучата! Иду к столу, детки! Хрю! Дедушка, садись на моё место, я постою! Спасибо, сынок! Дедушка, а ты разрешишь мне поездить на своей машине? А права у тебя есть? Ну что вы такие занудные с папой? Нет у меня прав! Хрю! Не огорчайся, Пепа! Когда получишь права, я подарю тебе свою машину! До этого ещё целых десять лет! Хватит спорить! Давайте есть! Хорошо! Пока они кушают, я покатаюсь быстренько и приеду! Ой, главное не кричать! Больно! Хрю! Ой, кажется, я слышал крик! А где моя машина? Я больше скажу, а где Пепа? Хрю! Я... я видел, как она садилась в машину! Хрю-хрю! Кошмар! Она разобьётся! Нет, она утонет! Здесь речка внизу горы! Спокойно, дети! У меня здесь недалеко катер! Я поплыву возле берега и обязательно увижу Пепу! Дедушка, скорее! Хрю! Ай! Ой! Ай! Нет! Ребекка, с дороги! Помоги! Ой! Что? Ой! Пепа! Беги! Ой, мамочки! Спасите! Хрю! Чем тебе помочь? Нет! Я же не умею плавать! Плавать! Ой! Что это? Почему я не утонула? Хрю! Потому что я тебя спас! Дедушка! Я так перепугалась! Я так кричала! Я слышал, Пепа! Ты понимаешь, что ты натворила? Ты чуть не утонула! Хрю! Дедушка! Прости меня! За руль ты больше не сядешь, пока не получишь права! Да, дедушка! Хрю! Поехали к родителям! Тебе после такой встряски нужно подкрепиться! Хрю! Ура! Хрю-хрю-хрю! Сегодня свинка Пепа проснулась раньше всех в семье и много успела за утро! Ву-ху! Успела и помочь мадам Газели! Ой! Ой! О! Мадам Газель! Простите! Вы наверняка идете в школу! Давайте переведу вас через дорогу! Спасибо, Пепа! Успела покататься с друзьями на горке? Нет, ничего веселее, чем кататься на горке! Правда, ребята? Как здорово, что я вас встретила! Да! Как здорово, Пепа! Руф! Она катается одна уже полчаса! Руф! Спасибо, ребята! До встречи! Свинку Пепу просто переполняла сегодня энергия с самого утра! И она поспешила поделиться ею с мамой, папой и Джорджем! Где же Пепа? Завтрак сейчас остынет! Она сегодня проснулась очень рано! Думаю, скоро она проголодается и придет! Ой! Я бы сказал, прибежит, принесется! Смотрите! О, все уже в сборе! Как я рада! Джордж! Ой-ой-ой! Ух, прости! У меня сегодня такое настроение! Прямо хочется всех вас обнимать или даже взять в плен! Пепа, откуда столько энергии? В плен? Да ты говоришь, как настоящая пиратка! Пиратка? Ага! Ух ты! Точно! Я сегодня настоящая пиратка! Поешь, пиратка, и немного успокойся! А то разгромишь наш стол, как вражеский корабль! Хорошо! Ура! Теперь я пиратка! Папа, как здорово ты придумал! Отличная выдумка, действительно, папа! Боевое настроение! Это, конечно, хорошо, но у настоящей пиратки должен быть свой корабль! Корабль? Но у меня нет корабля! Что же теперь? Придется теперь таки быть сухопутной черепахой! Ах, Джордж! Хм, ну сегодня я как раз планировал покатать вас с Джорджем, на нашей лодке! Ух ты! Ура! Значит, мы все же будем пиратами! Но только после того, как съедите весь завтрак! Будет сделано! И сразу после завтрака Пеппа, Джордж и папа-свин отправились испробовать их пиратскую шхуну! Вау! Это самый настоящий пиратский корабль! Скорее, папа, скорее отправляемся в плаванье! Погоди, Пеппа! Сначала вы должны действительно стать настоящими пиратами! А как же нам это сделать? Настоящий пират должен быть ловким и быстрым! Я самая быстрая! Сейчас проверим! Я буду засекать, достаточно ли вы быстрые! И папа-свин стал проверять, действительно ли готовы Пеппа и Джордж отправиться в плаванье на корабле! На старт! На старт! Внимание! Марш! Я все! Ой, подожди меня! Пеппа, ты справилась очень быстро! Но ты забыла о Джорже! Настоящая пиратка никогда не бросает свою команду! Давайте посмотрим на ваш совместный результат! На старт! Внимание! Марш! Стоп! Хм... И вдвоем у вас неплохой результат! Ура! Пеппа и Джордж были рады, что прошли все испытания и наконец-то смогут проплыть на настоящем пиратском корабле вместе с папой! Пеппа, а что вы делаете? О, ребята! Мы с Джорджем стали пиратами и отправляемся в пиратское путешествие! Ух ты! А можно с вами? Я бы с радостью, но вы же не настоящие пираты! Так что подождите нас на берегу, а потом мы вернемся и все вам расскажем! Папа, мы готовы! Мы готовы взойти на борт! Да! Хм... Да, вы действительно отлично справились со всеми заданиями! Но еще пираты очень чтят Кодекс Дружбы и Команды! Кодекс Дружбы и Команды? Да! Они никогда не оставят на суше своих друзей! Что? Даже если они не пираты? Более того, они даже могут научить их всему, что знают! Ой, я знаю, что нужно делать! Кэнди! Дэнни! А? Простите, поплыли вместе с нами! Я буду очень рада, если вы тоже станете сегодня с нами пиратами! Ой, я так рада! Спасибо, Пеппа! Ну вот и славно! А теперь... Все на борт! Ура! Вперед к приключениям! Настоящая команда! Пеппа! Вставай! В школу пора! Еще чуть-чуть! Эх, если бы я ходил в школу, я бы никогда не опаздывал! Джордж, у меня есть идея! Иди вместо меня в школу! А можно? Конечно, можно! А я пока... Эй, посплю! Ура! Доброе утро, дети! Доброе утро, мадам Газель! Джордж! Джордж, а что ты здесь делаешь? Я вместо Пеппы! Наверное, Пеппа заболела, что не смогла прийти! Хорошо, Джордж! Ты останешься и все задания передашь Пеппе! Ура! Сегодня у нас необычный урок! Мы его проведем в заповеднике, изучая животных! Ура! Это семья оленей! Какой хороший! Ты такой гордый! Люблю тебя! Если вы будете хорошо себя вести, тогда можно покататься на них! Конечно! Нет проблем! Да! Ю-ху! Эй! Ура! Класс! Спасибо! Это было чудесно! Вот это урок! Я рада, что вам понравилось! Идем дальше! Вперед! Да, да! Кто нас следующий ждет? Это черный медведь или борибал! Осторожно! Они опасны! Болибал? Эй! Борибал! Как барабан! Я ж говорила, будьте осторожны! Пойдемте, чтобы его не дразнить! А здесь вы можете отдохнуть и покататься на горке! Класс! Ура! Пепа, Пепа! Так классно учиться в школе! Кому ты рассказываешь? Ничего интересного там нет! Неправда! Мы сегодня были в заповеднике! Катались на оленях! На нас рычал медведь! И катались на горке! Ух ты! Только день в школе не была! И столько всего произошло! Да! В школу ходить весело! Больше я школу пропускать не буду! Сегодня утром, как обычно, за столом собралась вся семья! Мама свинка! Хрю-хрю! Папа свин! Хрю-хрю! Малыш Джордж! Хрю-хрю! И, конечно же, свинка Пепа! Здорово! Вот так всей семьей наслаждаться утренним чаем! Или соком! Или молоком! Хрю-хрю! Джордж! Не спеши! Обычно по утрам мама свинка делала уборку! Папа свин читал свою любимую газету, а Пепа и Джордж... Ох! Чего только не выдумывали каждый раз Пепа и Джордж! Спасибо, мама! Все было очень вкусно! Мы с Джорджем пойдем гулять! Гулять! Что же вы придумаете на этот раз? Что может быть прекраснее, чем прыгать в лужах? Ура! Пепа и Джордж просто обожают прыгать в лужах! Ух уж эти лужи! Бегите скорее! И непременно возвращайтесь к обеду! Скорее! Ну а ты, папа свин? А я, пожалуй, пока побалую себя свежим номером газеты! Пепа, скорее! Я вижу чудесные свежие лужи! Джордж! Сначала я, а потом ты! Как здорово! Ха-ха-ха! Как здорово! Малыши были счастливы! Ух! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ух! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Но кроме луж, их манило еще множество развлечений и приключений! Джордж, как здорово играть и веселиться! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Скорее, Пеппа! Догоняй, Джордж! Ура! Пеппа! Моя любимая качель! Покатай меня! Конечно, Джордж! Пеппа всегда катает брата после луж! Это их любимое занятие! Пеппа, а давай теперь я тебя покатаю! Хе-хе-хе! Ты можешь попробовать, Джордж! Ой! Хе-хе-хе! Сейчас! Не получается! Ох! Ох! Ммм! Ой! Ой-ой-ой-ой! Ой! Ай-яй-яй-яй! Хе-хе-хе! Джордж, ничего страшного! Ты всего лишь немного упал! Точно! Я придумал! Мы можем кататься вдвоем! Не знаю, хорошая ли это идея! Я немного больше тебя, Джордж! Хе-хе-хе! Но я ведь могу хорошо отталкиваться ногами! Ура! Пеппа старалась развеселить брата. Она отталкивалась все сильнее. Они подлетали все выше и выше и... Ой! Ой! Джордж! Джордж! Хе-хе-хе! У-у-у! Хе-хе-хе! Скорей сюда, Пеппа! Подожди меня! Пеппа и Джордж смеялись и веселились. Даже не слыша, что на обед их уже звала мама-свинка. У-у-у-у! Хе-хе-хе! 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 Пеппа! Джордж! Обедать! Ах, что же они так заигрались! Хе-хе-хе! Лови меня, Пеппа! Хе-хе-хе! 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 Джордж! Ну я же говорила, что это плохая идея! Хе-хе-хе! 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 Джордж, Пеппа! Я уже давно зову вас на обед! Хе-хе-хе! Что случилось? Джордж захотел меня поймать, когда я катилась с горки. И мы упали! Но ты ведь намного больше его, Пеппа! Да, но Джордж очень хотел меня поймать, и он начал хныкать! Пеппа, не всегда нужно во всем соглашаться с Джорджем, даже если он заплачет. Ты же старше и знаешь, что веселиться тоже нужно осторожно. Джордж, а тебе стоит прислушиваться к Пеппе? Хорошо, мам! А теперь все скорее кушать вкусный обед! Ура, обед! И вся семья снова собралась за одним столом. Веселая и счастливая. Вот и день подходит к концу. Сейчас на базу и отдыхать. Эмбер, не спать на посту! А? Ай! Эмбер! Ай! Хейли, у тебя еще хватает сил меня разыгрывать! На это я всегда найду силы! Хе-хе-хе-хе! Шутник! Как день? Сейчас все вроде бы спокойно. Можем возвращаться домой. Прекрасная новость! Скорее домой! Наконец-то! Все спокойно! А-а-а! Помогите! А-а-а! О, нет! Неужели мне это не послышалось? Или не предвиделось? Бега! Лечу! Что делать, Хейли? Ловить! Хейли, обгоняй его! Я придержу, а ты лови! Ох! Ох! Вот это да! О-о-о-о-о! Все под контролем! Оп! О-о-о-о-о-о-о! Ну, денек! Простите, ребята! Не справился с управлением! Хорошо, что вы были рядом! Ты цел? Да, немного кружится голова. Я так спешил, так спешил, что даже забыл куда. Ну, с этим мы тебе точно не поможем. А жаль, как бы вспомнить. Вспоминай, Кап. Это наверняка что-то очень важное, раз ты так летел. А у нас тоже очень важный маршрут. Наконец-то домой. И без происшествий на пути. Пока, ребята. Спасибо за помощь. Будь здоров, Кап. Куда же я так летел? Ничего не вспомню. Эмбер, предлагай ускориться, чтобы побыстрее и спокойнее сдать наконец-то смену Полли и Рою. Хорошая идея. Сегодняшние приключения кажутся бесконечными. Этого еще не хватало. Эмбер! Эмбер, все в порядке? Конечно, не в порядке. Со зрением у нее не все в порядке. Смотри, куда едешь. Что? Вы, юная леди, вылетели прямо на меня. Не спасатели, а вредители какие-то. Эй, полегче. Я смотрю, здесь кто-то не в духе. Конечно, не в духе. Эй, теперь у меня будет шишка на лбу. Следовало бы соблюдать правила дорожного движения. А я соблюдаю. А я соблюдаю. И вообще, вы спасатели, вы должны мне помочь. Ну-ну, чего сразу плакать? Кто ты? И как здесь оказалась? Нет, я заблудилась. Помогите, Пеппе. Ах, ты, свинка Пеппа. Я помню тебя и твоего брата Джорджа. Совершенно верно. Я очень известная и все меня знают. Так что, скорее мне помогите. Ну, раз все знают, значит, все и помогут. Поехали, Хейли. Эй, ну стойте же. Тогда будь добра повежливее. Извините. Мне правда нужна ваша помощь. Пожалуйста. Что случилось? Мне нужно вернуться скорее домой. Ведь скоро вечер. Меня ждет мама и очень волнуется. Я вызвала такси, но он не приехал. А я здесь никого не знаю. Вы должны мне помочь. Такси? Так вот, к кому так спешил Кап? Что? Кажется, мы с легкостью можем тебе помочь. Поехали, Эмбор. Кап наверняка еще там. Совсем ничего не помню. Ну, надо же было так стукнуться. Вот беда. Что ж, пока что не мешало бы принять ванную. Это всегда помогало мне настроиться и привести мысли в порядок. Нет, опоздали. Похоже, это приключение так быстро не закончится. Нам нужно его найти, иначе моя мама сойдет с ума от беспокойства. Эмбор, ты будь с Пеппой. Ищите поблизости, а я обличу город. Никого не видел. Эх. Продолжить поиски. О, облетел все вокруг. Никого не видно похожего. Куда он мог запропаститься? Хочу домой. Неужели мы все обыскали? Что за песенка? Вы слышите в мойке? Кап? Неужели, Кап? А, кто-то зовет меня? Эмбор, Хелли, вы снова. О, что это за юная леди с вами? Стоп, что-то припоминаю. Ах, да. Я жду вас целый день. Но я так рада, что мы наконец-то нашлись, что даже не злюсь. Это к тебе я так спешил, что упал и потерял память. Скорее. Твоя мама наверняка заждалась тебя. Ребята, вы как всегда спасаете нас. Ура! Как я рада, что все так хорошо закончилось. Хрю-хрю-хрю. А как мы рады, Пеппа. Мы даже за это время успели подружиться. Спасибо. И простите, что так сердилась. Я, когда злюсь, совсем не я. Пеппа. Пеппа. Пока, ребята. Рады познакомиться. Счастливо. Счастливо.